В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Реставрация французской колоннады идет полным ходом, правда исключительно на бумаге. Согласно документам, работы начались еще в декабре прошлого года. В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами. Две книги сказок украинского писателя Сергея Ласкота, отпечатанные шрифтом Брайля, получили воспитанники школы-интерната для незрячих детей. Одесский академический театр музыкальной комедии представляет новую постановку легендарного спектакля «Белая акация». На Одесском школьном аэродроме приземлился очередной самолет с 14 ранеными, пятеро из которых в тяжелом состоянии. Все они будут проходить лечение в военно-медицинском клиническом центре Южного региона. Война на Востоке продолжается. 11 мая с самого утра на аэродроме дежурили около 10 машин скорой помощи. Все ожидали борт с ранеными бойцами. В Одессу из Днепра прибыло 14 человек, пять из которых в тяжелом состоянии. У большинства из ребят минно-зревные травмы и осколочные ранения. Борт, к сожалению, достаточно тяжелый. Такие достаточно обширные политравмы у ребят. У одного парня сильно повреждена стопа. Он наступил на противопехотную мину. Врачи борются с тем, чтобы не ампутировать правую стопу. Но ситуация очень тяжелая на данный момент. Где получили ранения, у меня не получилось со всеми еще пообщаться. Но есть ребята. Это с Мариуполь-Широкино. И вот в районе Водянова поступил на них. То, что я потом дал. Сейчас какая-то острая потребность в чем-либо есть? Мне надо будет закупить катетеры. Я уже знаю. То есть список я уже получил. Сейчас определимся, кто поставит. Мы обратим. А дальше сейчас проходят консилиумы врачей. И чуть позже я буду знать, что еще нужно закупить чего нет. После консилиума врачей будет понятна необходимость в медикаментах. Волонтеры обращаются к одесситам с просьбой о помощи раненым бойцам. Все желающие помочь могут обращаться с вопросами на страничку Андрея Танцюры в Facebook. А также на экранах вы видите реквизиты для перечисления средств. О необходимости срочной реконструкции Воронцовской колоннады говорят уже давно. Более того, как известно, сама колоннада сейчас находится в крайне плачевном состоянии. А ее посещение людьми в буквальном смысле опасно для жизни. От свода достопримечательностей то и дело отваливаются многокилограммовые куски штукатурки. И вот городская власть заявила, что наконец приступает к реставрации причем не только колоннады, но и самого Воронцовского дворца. Впрочем, у многих одесситов грядущее преображение достопримечательностей уже вызывает массу вопросов. Каких смотрите в нашем сюжете. Воронцовская колоннада сейчас скрыта от глаз посетителей строительным забором, установкой которого Одесская мэрия как бы намекает одесситам и гостям города, что реставрационные работы вот-вот начнутся. «Колоннаду делали 4 года назад. И это был скорее носил косметический абсолютно ремонт, то есть как мы их называем текущий ремонт. На сегодняшний день, я еще раз говорю, когда у нас будут получены все разрешения, а именно еще и республиканского ГАСКО, то есть инспекции Украины, на проведение реставрационных работ, мы обязательно проведем брифинг, ознакомим с объемами и с планами проведения реставрационных работ комплекса Воронцовский дворец». «Пока опасности для людей там нет?» «Нет». Оставим в стороне отсутствующую опасность для жизни посетителей колоннады. Никого не убило куском штукатурки, уже слава богу. Но оказывается, еще 28 декабря 2016 года управление капитального строительства провело тендер по закупке услуг по реставрации комплекса, и по результатам стоимость работ составляет любимую Геннадием Трухановым цифру – 21 миллион гривен. Информацию об этом можно найти на сайте государственных закупок «Прозора». «Причем удивительно, за три дня до окончания нового года исполнитель обязуется израсходовать порядка 240 тысяч гривен на выполнение каких-то работ. Кстати, финансирование было предусмотрено до конца декабря 2017 года». И каково же было наше удивление, когда выяснилось, что по документам реставрационные работы, оказывается, уже ведутся с конца декабря 2016 года. «Обращаю внимание, что до настоящего времени в данном комплексе отсутствуют какие-либо признаки проведения хоть каких-нибудь реставрационных работ. Не считая мер, которые были предприняты для ограждения колоннады, для того, чтобы не пострадали люди, которые захотят сфотографироваться непосредственно возле этого памятника или непосредственно на территории данной колоннады. Мы понимаем, что находиться здесь на данный момент просто опасно для жизни. А причиной к чему? Причиной к тому, что в декабре 2016 года никаких работ, связанных с реставрацией, не начато вообще». Дальше больше. В феврале уже нынешнего года было подписано дополнительное соглашение к этому договору, согласно которому, якобы в связи с неритмичным финансированием бюджета, сроки проведения реставрационных работ следует продлить уже до середины 2018 года. Господа из мэрии, вы ничего не перепутали? Городской бюджет нынешнего года самый крупный за всю историю независимости Украины и исчисляется миллиардами гривен. И в нем априори предусмотрены расходы, связанные с содержанием объектов культурного наследия, коим, безусловно, относится одна из одесских жемчужин, весь комплекс Воронцовского дворца. «Возникает тогда вопрос, каким образом увеличение бюджета сказалось на неритмичном финансировании работ, которые здесь вообще не проводились. Ну, в чем это можно говорить? Ну, это 100% признаки сговора, а второе – это внесение недостоверных сведений в официальные документы, что уже само по себе является признаком совершения уголовного преступления». Кто же будет заниматься реставрационными работами? По документам, счастливым обладателем тендера стала некая компания «Одесс Комун Экология». Прекрасная такая себе компания, составная капиталом около 70 тысяч гривен, которые как бы доверили дело спасения достояния города. Но тут выяснились весьма любопытные и, прямо скажем, странные подробности о самой фирме. «Благодаря поисковой системе «Я контроль» буквально в течение нескольких минут можно выяснить о том, что данная фирма является фигурантом, ну, как минимум, 59 процессуальных документов судебных, среди которых есть и криминальные. В частности, данная фирма по данню Службы безопасности Украины подозревалась в проведении злоупотреблений во время расходования бюджетных средств». А кто же будет наблюдать за ходом самих работ, так сказать, авторский надзор, чтобы, мол, значит, и достопримечательность осталась достопримечательной, и чтобы денюжки не разворовались случайно? Одесская мэрия нашла лучшую в ее понимании кандидатуру, ту самую, которая отличилась при ремонте Потемкинской лестницы. И на вершине всей этой строительно-реставрационной пирамиды появляется у нас всем известным в Одессе уже связанным со скандалом по Потемкинской лестнице «Экострой» и его директор Владимир Суханов. «Помятую о том, каким образом осуществлялся авторский надзор во время строительной лестницы, во время ее подтопления, во время нарушения технологий проведения реставрационных работ, изменения ее внешнего вида, фактически утеря ее аутентичности, то предположить, что во время реставрации, в частности, колоннады, может здесь появиться, к примеру, мансарда». Да уж, во всем происходящем чувствуется рука мастера, вернее, мастеров из Одесского гурсовета, отработавших собственные методы уничтожения Одессы под предлогом заботы о городе. Если господа из мэрии врут, даже в документах, ничто не помешает изуродовать и добить очередную одесскую достопримечательность. Долго ли умея? Одесским активистам и журналистам телекомпании «Круг» наконец удалось встретиться с прокурором Одесской области Олегом Жученко. Предыдущий визит к прокурору состоялся еще 23 марта. Тогда глава ведомства пообещал лично ознакомиться с материалами дел по силовому разгону антитрухановского Майдана в сентябре прошлого года и нападения на телекомпанию «Круг» в феврале 2015. И предложил снова встретиться через две недели. К сожалению, две недели растянулись на полтора месяца. И снова здравствуйте. Обещанные две недели растянулись на полтора месяца. Но это, как говорится, дело прокурорское. Там в сроках понимают. Зато получить ответы на многочисленный вопрос, в том числе по силовому разгону антитрухановского Майдана в сентябре прошлого года, так и не удалось. Интересовало одесских активистов следующее. Почему в суде дело нападения Тетушкина активистку антитрухановского Майдана Алину Подолянку оказалось отделено от общего дела по разгону палаточного городка? А если исходить из судебных материалов стороны обвинения, пострадавшими здесь выходят уже не активисты, а тетушня и бывшие беркутовцы, избивавшие активистов. Я не процессуальный руководитель, но если этот процессуальный руководитель, прокурор, надав до суду ведомости, который не отвечает действительности, то он там государственным винователем точно в проведении этого не будет. Вся Одесса видела, пів країни видела, которые напали на мирную акцию, которых мы звинувачиваем. Их даже не допитали. Их не вызывали даже. Еще один вопрос. Нападение на телекомпанию Круг. Когда, наконец, будут наказаны те, кто участвовал в избиении директора телекомпании, те, кто препятствовал журналистской деятельности, и снова вопрос без ответа. Более того, выяснить, казалось бы, элементарное – фамилию следователя – тоже не представляется возможным. Элементарный вопрос. Просто сесть, открыть и написать, и нам ответить. Если это тайна, скажите, что это тайна. Или мы не хотим, или мы не можем, или мы скрываем. Мы хотим знать фамилии следователей, которые работали по нашему делу. Поэтому, чтобы мы подали в суд на них. Странная ситуация получается. Вольготно чувствуют себя как раз те, кто нападает и избивает. Потому же Резвушкина, участвовавшему в нападении на круг и избиении активистов. По прокурорской справке, выходит, что он серийный рейдер, хулиган и так далее. Но до сих пор на свободе. Другого такого примера мы не знаем. Что же говорить о тех, кто на самом деле руководил избиением активистов палаточного городка. Никого не допитано. Всех, кого мы звинувачиваем. Кожухарь, Гуменюк, Гордієнко, Котляр. Всех этих людей даже не допитали. Не расследуются действительно резонансные дела, преступления против Конституции, нарушения прав конституционных граждан. В городе действуют преступные группировки под видом патриотов, то есть псевдопатриоты. Бьют людей, занимаются рейдерством, нападают на телеканал «Круг», в частности, два уже нападения было. Правоохранительные органы парализованы. Результат разговора, как и следовало ожидать, назначение нового свидания с областным прокурором и снова, через две недели, и снова, в четверг. Около 800 незрячих и 3300 слабовидящих детей живет в школах-интернатах Украины. Их обучение требует не только высококвалифицированных педагогов, но и специальной литературы. Изданием таких книг занимается гражданский союз «Сучастный погляд». Две книги сказок украинского писателя Сергея Ласкота, отпечатанные шрифтом Брайля, получили воспитанники 93-й школы-интерната Одессы. Издание книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, к 2015 году в Украине почти остановилось. Гражданский союз, Лига организаций лиц с инвалидностью по зрению «Сучастный погляд» разыскивает авторов и подбирает нужную литературу. Воспитанникам 93-го интерната подарили две книги сказок «Большие собаки боятся маленьких девочек» и «Семь сказок закрученного хвостика». Их автор Сергей Ласкотов, пишущий под псевдонимом «Ласкот», стал детским писателем на войне в Донбассе. Просто, чтобы не сойти с ума, я стал писать там сказки. Я з первой волны 72-я бригада. И выходил через Россию в окружение. Ну, теперь я стал сказочным. Книга, вона дуже классная, вона добра, вона цікава, вона повчальна, вона учить дружити дітей. Вона, знаєте, настільки тепла книга, що просто, я кажу, ні, це треба видати. І я буду друкувати ці книги шрифтом Брайля. І друга половина книги, виходить, у нас для слабозорих дітей зроблена. Збільшений шрифт, збільшений інтервал міжрядковий, ну, тобто, щоб слабозора дитина могла також взяти і почитати. По две книжки Гражданский союз «Сучасний погляд» высылает бесплатно в специализированные школи страны. За три года усилиями Гражданского союза шрифтом Брайля было издано более 30 книг. Организация готова к сотрудничеству с авторами и спонсорами. Ми надрукували і Анатолія Григорука, чим хата багато, надрукували все Волода Нестайка оповідання, українські народні казки друкували, декілька екземплярів українських народних казок. Зараз ось в грудні вийшла дуже шикарна серія, шість книжок, всі авторські тексти. Моя «Україна» серія називається, і там дуже багато. «Україна своїм дітям» книга. «Перлина душі твоя мова». Проводится конкурс «Лучшие читатели рельефно-точечного шрифта по системе Брайля». Участвуют ученики четырех специализированных школ Киева, Одессы, Харькова и Львова, начиная со второго класса. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Крух». Самая одесская перета вернулась на родную сцену. Академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водинова к своему 70-летнему юбилею представляет новую постановку легендарного спектакля на музыку Исаака Дунаевского «Белая акация». «Одесса» 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 «Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса мой город родной» Эта ария недавно стала официальным гимном Одессы, а сам спектакль с первого показа 61 год назад – фирменный знак театра музыкальной комедии. Для Одессы и для театра музыкальной комедии имени Михаила Водинова это все равно что чайка для МХАТ. Это визитная карточка. Для меня «Белая акация» – это попытка сформулировать, что же такое этот великий город Одессы. И спектакль посвящается любимому городу, и спектакль, конечно же, о любви к родному городу, о любви к Одессе. Потому что Одесса – это, прежде всего, конечно, одесситы, как любой город. Любой город. Город – это же не камни, это не архитектура, это люди. В первой постановке спектакля главную роль Яшки Буксира исполнял Михаил Водиной. Он определил и статус персонажа, одного из главных на одесской сцене, и требования к уровню актерского мастерства. Через год после премьеры в 57-м по оперете сняли фильм. «Одесский двор». Мы всем скобом смотрели этот фильм. Тогда мы впервые узнали, что такое Одесский театр музыкальной комедии. Я говорю о своих детских воспоминаниях. А потом, значит, был спектакль, который шел в нашем театре долгие годы, на который ходили мои родители, ходили мои дяди, тети, которые рассказывали о этой белой актере. «Двухсотлетие Одессы», 1994 год. И мы решили этот спектакль опять вспомнить с другими режиссерами, с другими артистами. Вот в этом спектакле мы и Виктория, я и Виктория играли Яшку и Ларису. Ой, тут, конечно, персонаж тут очаровательный. Я мечтала всегда Ларису сыграть, я ее сыграла. Я мечтала, когда видела Евгения Михайловну Демскую. Я думала, боже мне, какая чудесная роль. Я ее так чувствую. Вот я с большим удовольствием играла. Эта роль совсем другая, это не то. Конечно, Лариса, а это роль Серафима. Ну, это такая роль уже более характерная. В нынешней постановке «Белой акации» заняты два состава – старший и младший. Режиссер не пытается противопоставить поколения. Оба варианта как разные стороны одного многоликого действия. Я думаю, что мы просто подтягиваемся к нашим старшим профессионалам. А наши старшие товарищи, возможно, заражаются нашей молодостью, энергетикой. То есть, все мы разные. И мы в любом случае, кто-то профессиональнее, кто-то, может быть, менее профессиональнее. Кому-то не хватает просто опыта. Но мы как-то друг друга дополняем, наверное. И я считаю, что получится все равно у всех все очень хорошо. Спектакль, можно сказать, уже готов. Генеральная репетиция проходит безупречно. По крайней мере, с точки зрения опытного зрителя театрала. Но режиссер-постановщик, как всегда, придирчиво вслушивается в каждое слово и ноту. Даже когда улучшать, казалось бы, уже нечего. Впервые театральный оркестр стал непосредственным участником действия. Он выведен на сцену, да и сама музыка в новой постановке звучит иначе. Темпы, характер музыкальных номеров, он всегда зависит от... Не то, что зависит от исполнителей, а... Каждый исполнитель – это индивидуальность. И для каждого исполнителя небольшие изменения. Даже, я бы сказал, не изменения, как говорит Вагнер, не изменения темпа, а его модификации. Есть, конечно, в зависимости от... У кого-то более тяжелый голос, у кого-то более легкий голос. И темпы меняются, и дыхание, и временами, и характер. ПЕСНЯ 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 Премьерные показы и опереты «Белая акация» 12 и 13 мая. Но начнется театральное действие еще до того, как откроется занавес. На площади перед театром пройдет «Акация-фест» с участием духовых оркестров, детских вокальных и хореографических коллективов. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». 11 марта в конференц-зале Одесской региональной организации Национального союза журналистов Украины прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей всеукраинской выставке-форуму «Украинская книга на Одессине». 18-я всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одессине» будет проходить с 9 по 11 июля. Программа выставки предусматривает широкий спектр информационных мероприятий, круглых столов, конкурсов чтения, презентацию индивидуальных проектов, встречу с издателями, авторами, а также мастер-класс при участии мастеров народного творчества. В этом году, как и всегда, выставка проводится за поддержкой Министерства культуры, на выполнение региональной программы поддержки развития книговедания так как на засобе массовой информации в Одессе на 2017-2019 годы. И в выставке форума берут участь представник Держтелерадіокомпании «Украина», директор книжковой палаты им. Федорова Сенченко, президент Украинской асоциации видавцов «Украинской асоциации», «Украинской асоциации», «Украинской асоциации», и в этом году мы уже получили подтверждение о том, что будет на выставке форума заступник министра культуры Украины Олег Анатольевич Рыбачук. Проведение такого масштабного мероприятия благоприятно отразится на развитии украинского языка во всех сферах гражданского общества, сохранит духовное и культурное наследие нашего города и послужит толчком для дальнейшего развития Украины на основе национального единства. И уже 18 лет, это можно себе представить, как молодая наша страна, и 18 лет в библиотеке каждый год проходит эта выставка форума. Причем она с каждым годом не стоит на месте, а меняется. Новые какие-то конкурсы, новые мероприятия, выездные заседания, круглые столы. То есть это уникальное явление. Мероприятия будут проходить в Одесской национальной научной библиотеке, на творческих площадках библиотеки города и общественных организаций. Завершится выставка форум подведением итогов и награждением победителей конкурса за лучшую книгу 2017 года. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 12 мая в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 16-18 градусов тепла. Днем 16-18 метров в секунду.